Здравствуйте, уважаемые зрители! В рамках «Ночи искусств», посвященной 75-летию Великой Победы, мы познакомимся с мини-выставкой «Непокорённые» Владимир Петров, графика из серии «Великая Отечественная война». Владимир Михайлович Петров, уральский график, скульптор, резчик по дереву. Родился в 1913 году в Свердловске. В серии графических работ 70-80-х годов «Великая Отечественная война» художник изобразил ужасы военного времени. В странах бывшего Советского Союза нет семьи, где бы не было участников этих событий. Как и множество семей, герои произведения проводили прощание, проводы на фронт, проводили на войну родного человека, отца или мужа, сына или дочь. Кто-то из них никогда не вернётся в родной дом. Поезд уже ушёл, и только провожающие всё не покинут перрон. А форт «Мать» продолжает тему родительского дома. Мы видим портрет немолодой женщины. На её лице следы прожитых лет и переживаний. Многие матери не встретили своих сыновей с фронта, но и после войны продолжали их ждать. На рассвете, когда обрываются сны, к матерям седовласым приходят сыны. Со смоленских полей, без покойных морей, из могил, над которыми вырос парей. В сапогах запалённых, в шинелях допят, над счастливыми мамами тихо стоят. И обратно из дома уходят сыны. На рассвете, когда обрываются сны. Так изобразил ждущих матерей в своём стихотворении поэт Демидов. Победы в войне невозможно было бы достичь без самоотверженности медиков, спасавших раненых на полях боёв, во фронтовых госпиталях и в тылу. В гравюре «Санинструктор» мы видим женщину в военной форме. В военные годы трудились более двухсот тысяч врачей и полумиллиона среднего медицинского персонала, санитарок, санинструкторов и сестёр. И половина из них – женщины. Медсестра фронтовая, голубые глаза, гимнастёрка отлажена, на шинели звезда. Я сражалась за родину, за любимых моих. А вы знаете, сколько медсестричек таких? Мы солдат оживляли, в бой за ними пошли, От огня закрывали, как могли, берегли. Так писала о военных медсёстрах Юлия Друнина, сама прошедшая санинструктором по многим фронтовым дорогам. В гравюре «Немец пролетел» художники изображают трагическую сцену последствия налёта немецкого самолёта. Пожарище. Мать, упавшая на колени перед телом своего сына. Название и посыл гравюры перекликаются с названием и сюжет из знаменитой картины Аркадия Пластова «Фашист пролетел». Такие драматические события часто происходили во время войны и не могли не стать темой для творчества художников. В 1941 году гитлеровская армия стремительно продвигалась вглубь СССР. Обширные территории находились под оккупацией врага. В отношении гражданского населения на оккупированных территориях также велась жестокая политика. Массовые расстрелы, показательные казни, уничтожение домов. Это только малая часть того, что учиняли фашисты и подконтрольные им выходцы из местных жителей. Во форте «Фашизм» мы видим женщину на крыльце избы. Она прижимает к себе маленькую девочку. Рядом девочка среднего школьного возраста, которая держится за голову. Подошедшие к избе немецкие солдаты удивлены и даже немного напуганы решительным настроением женщины, готовые до конца защищать своих детей. Она с ненавистью смотрит на фашистов. В гравюре у неизвестного солдата художник изображает немолодого мужчину в военной форме и с оружием в руках. Как звали этого солдата? Вернулся ли он с полей сражений? Мы не узнаем. Множество людей участвовало в боевых операциях, масштабных сражениях. Их мы не знаем. И до сих пор неизвестны имена многих безымянных солдат, что похоронены на бывших полях сражений. Особо мрачной страницей в истории Второй мировой войны стали концлагеря. В гравюре «Непосильный труд» мы видим заключенных концлагеря. Под неусыпным контролем фашистов работают изможденные усталые узники. Из 80 миллионов граждан стран Европы, прошедших через лагеря различного назначения, в том числе и концентрационные лагеря, было уничтожено более 11 миллионов человек. Эти пугающие названия – Освенцим, Дахау, Собибор, Бухенвальд – заставляют зажиматься сердца от творившихся там ужасов. Узников использовали для медицинских экспериментов, на органы, как бесплатную рабочую силу, не считая состоянием людей. Людей массово убивали, концлагеря оснащались душегубками, газовыми камерами, крематориями и другими средствами массового истребления. Множество ужасов принесла с собой война. В год 75-летия Победы мы обращаемся к произведениям, где отражены эти страшные события, чтобы еще раз почтить память тех людей, которые смогли пережить все невзгоды и лишения.